Хорошо. Меня все слышат, да? Все окей? Окей. Спасибо большое, Константин Альч, за такую презентацию у меня. И мне тоже очень приятно, что вы меня пригласили на этот вебинар, потому что мало кто приглашает психотерапевтов в другие специальности. А Константин Альч все время затрагивает и хочет привносить, расширять эти все познания для всех специальностей. И сегодня у нас тема такая, когда пациент обращается к вам с такой проблемой, как расширенный вен на руках, и когда это действительно его проблема, а когда вам кажется, что там все окей, а он все равно продолжает жаловаться. И сегодня я вас познакомлю с таким термином, как дисморфофобия. Возможно, многие из вас это помнят с курса, с медицинского вуза. Кто не помнит, я обновлю эти данные. Дисморфофобия, бодидизморфитизория, это такое расстройство, которое характеризуется идеями свойственной физической неполноценности. То есть ему все время будет казаться, что что-то не то в его внешности. То есть концентрация на какой-то части тела, которая приносит определенный дискомфорт. И дисморфофобия – это достаточно такое общее понятие, потому что это, по сути, как симптом, и он может включаться в разной нозологии. Он может, как и в невротическом спектре встречаться, может и в психотическом, более серьезном. В принципе, дисморфофобией мы все страдали когда-то в подростковом возрасте, это проходящее так называемое, когда нам что-то не нравилось в своей внешности, там слишком большой нос или какие-то слишком длинные руки, ноги. И как проходящий симптом – это норма. Но если это фиксируется и в дальнейшем застревает, то это уже, конечно, патология. И, в свою очередь, вы, конечно, можете это встречать, поскольку распространенность дисморфофобии где-то 1-2% в популяции. Немножечко истории привнесу. Сам термин был введен еще в XIX веке итальянским психиатром Марселли, который его описал впервые. А сам по себе термин означает, то есть это страх собственной формы, когда что-то не то с формой тела. И он тогда описал клинический случай, когда пациент страдал от неприятных ощущений в области рубца на носу. То есть они у него вызывали навязчивые мысли о том, что нос, его шаровидная форма какая-то не такая, и он постоянно обращался к врачу и жаловался на этот недуг. Он впервые подчеркнул особенность постоянно рассматривать себя в зеркале. То есть эти пациенты действительно фиксируются на своей внешности. И, может быть, у вас это встречалось в практике, когда пациент акцентирует, что вы вроде бы сделали, вам кажется, что все идеально, все круто, а пациент все равно говорит, нет, вот здесь вот как-то не так, вот посмотрите вот если с этой стороны, а если мы включим другое освещение, если там мы поставим три лампы, и вот тут можно увидеть какую-то непроходящую вену. И вот это может быть для вас настораживающим таким сигналом. Ну и продолжим немножко исторический момент. И потом работа, посвященная еще дисмофробии, стала статья Осипова. Мысли и сомнения по поводу одного случая дегенеративной психопатии. И он описывал больную с твердой убежденностью о наличии слишком высокого роста и крайне уродливой нижней части лица, которая, здесь чем она упорно добивалась хирургического вмешательства. Это распространенность среди эстетических хирургов, согласно исследованиям, примерно 6-15%. Ну, то есть достаточно большой процент. Среди дерматологических пациентов около 12. Но чаще всего, конечно, его, в принципе, не диагностируют, а просто эти пациенты перемещаются одного хирурга к другому, продолжают делать эти операции и остаются недовольны. У них, конечно, страдает из этого качества жизни. И вот это все накатанное, у них все идет и идет и идет. Процент недиагностированный где-то высокий, около 80% достигает. Как диагностировать? Есть специальный опросник, он на английском языке. Вот я его сейчас открываю, вы его видите. Он пока не валидизирован на русском, но при этом тут достаточно простые вопросы. Я в последующем там потом скажу, какие вопросы им можно позадавать, уточняющие, если вы вдруг заподозрите, что что-то из этой области есть у вашего пациента. И, в принципе, сейчас сакцентируем внимание на том, когда вам стоит насторожиться, что в данном случае вы видите пациента, которому нужна другая помощь, либо психологическая, либо психиатрическая, либо, в принципе, может быть, ему дать консультацию, что у него все в порядке. То есть первый момент – это если вы видите, что у него выраженная тревога, либо какие-то есть проявления депрессии. Ну, я думаю, что все с клиническим опытом и достаточно легко можете это отследить. Я не говорю, что всех с депрессией, с тревогой сразу нужно отсылать к психиатру, но это просто один из критериев, когда стоит насторожиться. Потом, когда повышенные претензии у пациента к доктору, когда он очень дотошно начинает вас проспрашивать о том, как вы добиваетесь определенных результатов, какие у вас есть регалии, кто вы, какой у вас клинический опыт. То есть очень-очень много этих вопросов, которые просто заваливает пациент. И вы тоже можете задуматься в этот момент. Когда пациент приходит и сразу начинает жаловаться, что, знаете, вот я была у того-то врача-хирурга, и вот он сделал, ну вот я полностью недоволен, все было плохо, а вы смотрите, да, достаточно все красиво, привлекательно, но при этом пациент продолжает жаловаться. Потом, конечно же, очень важно, скорее всего, к вам должны ходить пациенты с нервной анорексией, да, и тогда это тоже такой маркер и сигнал, что стоит не оперировать, а как бы поставить его, а послать на обследование дополнительно, потому что у нервной анорексии, в принципе, дисморфофобия – это достаточно частое проявление. Они в своей внешности, в принципе, недовольны, там все их не устраивает, в том числе и руки, и ноги, все плохо. И они настолько придираются, то есть они смотрят на себя в зеркало, им кажется, что они совершенно непривлекательны, хотя, в принципе, если они посмотрят на такого же человека со стороны, им кажется, что тот слишком худой, то есть у них полностью искажение идет. Потом еще один из моментов, когда стоит насторожиться, это когда толстая история болезни, так называемые наши ипохондрические пациенты, да, когда у них очень много в анамнезе разных походов к другим специальностям, в том числе там все профили, и терапевтические, и хирургические, и кринологические, то есть когда он перемещается от доктора к доктору, но при этом не получает определенного результата и облегчения. Ну, я думаю, вы все равно это когда осматриваете пациента, он может вам вывалить такую целую папочку, либо чемоданчик, либо просто рассказывать о том, как он был у разных врачей, специалистов. Потом вы всегда увидите жертву пластических операций, да, это определенные женщины, которые всячески стараются соблюдать определенную красоту на лице, когда у них чрезмерно выражены какие-то детали, да, накаченные губы, скулы, то есть те, которые тоже гоняются за своей внешностью, при этом это уже достаточно вычурно выглядит, не здоровый такой вид. И такой один критерий, это чисто субъективно, я его ставлю под звездочкой, это когда пациент вызывает у вас сильное раздражение. Для нас это просто такой маркер, когда стоит задуматься, да, если вы сидите и понимаете, что как-то вроде бы все окей, но вот что-то не то, и вот у вас мощное раздражение, тоже стоит остановиться и задуматься, тот ли этот пациент, которого нужно сейчас оперировать, потому что потом это может вылиться в то, что он будет недоволен этой операцией, да, и у доктора тоже в итоге еще более усиленная фрустрация по поводу проведенной операции и неудовлетворенность, это же тоже на вас сказывается. Мы все подвержены так называемому эмоциональному выгоранию, когда мы стараемся, а результат потом не соответствует нашим вложенным усилиям. Вот, это так называемые маркеры. Конечно, может быть, больше маркеров, но это я так, эти какие-то основные выделила. И что нужно спросить у пациента, если у вас есть подозрения на дисморфобию? Часто ли вас беспокоит то, как вы выглядите? Есть ли другие части тела, которые тоже вам не нравятся? У вас есть постоянное ощущение, что вы недостаточно худы? Как эта проблема влияет на вашу жизнь? То есть именно насколько страдает качество жизни от этой патологии? Коммуникация в школе, работе, что именно дисфункционально? И сколько они времени обычно уделяют своей внешности? Только сколько они часов в день разглядывают свои руки в данном случае? То есть если это превышает 3 часа и более, то тоже стоит задуматься, потому что это не совсем норма, когда такая фиксация идет. Вот, в принципе, что я еще хотела сказать, что дисморфобия, если по МКБ-10, она у нас в рубрике ипохондрического расстройства, в соматоформных, большая рубрика соматоформное расстройство. И если это невротический спектр, если же она носит уже такой психотический уровень, то она уже в рубрике бредовых расстройств. Очень часто она коморбидна и с шизофренией, и с нервной анорексией, и с другими расстройствами. На этом я, наверное, буду заканчивать, потому что у меня была такая более ознакомительная, короткая версия о том, на чем стоит сакцентировать внимание, в случае, если вы на это не обращаете. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, можете задавать.